Книга «Открытым оком». Том 10. Тема «Промысел Божий». Вопрос 2329. Почему в тюрьмах так много людей, томящихся из-за кражи мешка картошки, трёхкуриц и тому подобное, а крупные преступники, наркодельцы и прочие гуляют на свободе? Почему распространены пытки в КПЗ, где вина человека ещё не доказана? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крупные откупились, они через депутатский корпус, как законодатели, провели свои грабительские законы и потому царствуют. Но ты им не завидуй и не спрашивай, они ответят сполна на суде Божьем. Екклесиаст 8.11. Нескоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Книга Иезекииля 7.8. «Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. Что до мелкой сушки, то они и помалу, но всё равно воры, они даже глазами грешат, хотя и не своровали. Притча 6.30. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден». Книга Даниила 13.32. «И эти беззаконники приказали открыть лице ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее». 1 Петра 4.15-19 стихи. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий, но чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Преступник обычно крепко запирается. И что же с ним делать, чтобы он признался? «Пытки были всегда и во всех государствах, при всех строях». Книга Иова 9.23 «Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается». Евреям 11.37 «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, ослабления. Пыток не должно быть на КПЗ. Я один раз там сидел, но меня нигде и никак не мучили, а разговаривали с улыбкой часто. Хотя я шел как государственный преступник по политической статье, но видать такая уж моя планида». Ему бы только жить, вздыхая, говорят, припоминая полосы из света. Хорошие выстраивают в ряд, посмертную и скорбную анкету. Но разве это жизнь, когда о плоти забота, попеченье и труды, доступное подтянет и проглотит, прикусит часть своей же бороды? Нет, он отжил и жил уже ресурс. Отпущенное к примирению с Богом был хват, авантюрист, отнюдь не трус. Егорный экстремал, крутое вышло боком. Бессмертие отдаленное вошло в него, и он соединился с ним. Задумки прибыльные понесло на слом, орудует профессионал-мясник. И не окинешь взором острова, поместья, золото, кровавую валюту. Хватал, все с грохотом обрушилось в провал. Железо скрежет и зубовный лютый. Ему бы жить, запершись от забот, прислугу мять и за границу мерить. На каждой вещи чита кровь и пот. Знак стона нищего, вдовы сиротской смерти. Нет, жизни он не знал, совсем не жил, и душу покаянием не тревожил. Как вкопанный уперся у межи, где катастрофа натянула Божье. Непримиренный с Богом сатанел, хотя и снимки, где он с архиереем. В поту холодном крестится во сне. Но разве душу свечкой разогреешь? Бог Иегова был отвергнутым. Христовой жертвы сердцем не коснулся. Стыд оглашенным стать, закрыться в карантин. И вот теперь отжил, остался без Иисуса. 27.08.04. Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин